Компания Citroёn отмечает свое столетие на широкую ногу. Представленный зимой юбилейный концепт Car Ami One не только напоминал о культовой модели Dashvo, которая помогла автомобилизировать всю послевоенную Европу, но и заглядывал в будущее городской мобильности, немыслимое без интернета и каршеринга. А вот и второй концепт. Citroёn 1919 преподносит как ультракомфортный электромобиль для путешествий с завтрашнего дня. Необычный дизайн навевает мысли о космолётах из фантастических фильмов. При длине в 4 метра 655 миллиметров это машина малого среднего класса, но колёсная база растянулась на 3 метра 100 миллиметров, а такие цифры бывают у модели двумя классами выше. 30-дюймовые колёса закреплены на неподвижных ступицах и наполнены датчиками, определяющими погодные и дорожные условия. В шины строен специальный шумопоглощающий слой. В четырёхместной комнате три разных сидения. Спинка водительского сидения регулируется, передний пассажир возлежит на автоманке с подставкой для ног, а задний ряд – это пышный диван с плетением вместо подголовников. Вместо дисплеев – только проекционные экраны. Заявлен автопилот, конечно же, максимального пятого уровня, а за ездовой комфорт отвечает активная подвеска Progressive Hydraulic Cashions с ядравлическими буферами сжатия и отбоя. Пара электромоторов на обеих осях выдают 462 лошадиные силы и 800 ньютон-метров. Ускорение до сотни занимает 5 секунд. Максимальная скорость – 200 километров в час. А 100-киловаттная батарея обеспечит запас хода 800 километров. Мощная зарядная станция восполнит её заряд за 20 минут. Трудно представить себе серийную машину со столь вычурной внешностью, но вот техническая начинка вполне может перекочевать на будущий флагманский седан, который появится у Ситроена примерно через два года.